На совещании в администрации президента главы районов и ведомства отчитались о последствиях стихийного бедствия, обрушившегося на Абхазию в воскресенье 4 июля. Начали с Гагры, где в этот день утонул турист и повредило две крыши. Одну упавшим на нее эвкалиптом, а вторую сорвало ветром. Замглавы администрации оценивает нанесенную кровлю ущерб в 800 тысяч рублей на каждую. Также в Гагрском районе сгорело три трансформатора, повалило шесть эвкалиптов, затопило подвалы высотных домов. От грязевых потоков пострадали частные дома в сельской местности. Пал большой эвкалипт, и он повредил крышу. Крыша составляет в квадратном, если в квадратуре говорится, 145 квадратных метров. По предварительным подсчетам, эта сумма для восстановления данной крыши около 800 тысяч. Вторая крыша, которая была повредена от ветра, она сама по себе была ветхой, это тоже частное домовладение по улице русских добровольцев. Эту крышу тоже осмотрели, по предварительным подсчетам, это около 800 тысяч для того, чтобы восстановить ее. Имели место частичные повреждения линий электроподачи, они были решены еще вчера. После того, как было отключение и пошла подача электроэнергии, произошло возгорание трех трансформаторных подстанций. Подача электричества возобновлена, но силами филиала РУП Черному Энерго сегодня также ведут восстановительные работы именно по трансформаторам. Цандрибская зона, можно сказать, фактически не пострадала. В верхние села, это Мгелрыбш и Сулево, имеются домовладения, это около двух-трех домовладений по каждому селу, где оползневые участки, они в принципе, когда опаводки, обильные дожди, там эта проблема существует. Но в дома зашли оползневые потоки, так скажем, и нанесли тоже ущерб. В Гудаутском районе ущерб подсчитан пока не так тщательно. Известно, что пострадали в основном села Ачандара и Лыхны, а в них 46 домов, в том числе и многоэтажные. Страдало 46 домовладений, это из них секционные три дома, у нас получается частично сорвана крыша, это девятиэтажка, девятиэтажное здание, пятиэтажное здание, где сорваны крыши и частное домовладение. Очень большой урон нанесен в селе Ачандара, село Лыхны, по шесть, по семь частных домовладений. В Сухуми создан оперативный штаб, разбираемся, на местах выезжаем на место. В Сухуми пострадало 47 домов, как сообщил морстолица, на четырех из них крыши унесло полностью. По предварительной оценке, общая площадь повреждения кровельного покрытия в Сухуми составляет около 13 тысяч квадратных метров. Есть подтопленные дома. В настоящий момент под риском подтопления в случае дождя 22 дома. На пяти из них ведутся работы. На двух сейчас завершается, и к вечеру будут еще из пяти бригад, две бригады перейдут на новые объекты. Новые объекты, в смысле те, которые пострадали. Материал для того, чтобы временно обезопасить эти домостроения, он имеется, мы его нашли здесь в городе. Бригады работают, нам обхострой помог тоже бригады по новому району. Сложность заключается, на самом деле, по подъему строительного материала на самый верх. Приходится в тех домах, которые были под риском затопления, там отключить электричество. Значит, там даже, где были бы лифты, этих лифтов уже нет, фактически не работают. Приходится поднимать вручную. Есть сложности. Троллейбусные линии очень сильно пострадали. На сегодняшний день у нас информация 28 попор под троллейбусы повреждены. Мы нашли в другом месте столбы, которые были заменены в свое время. Единственная работа СОЭС, если сможет перебросить от старых опор на новые опоры, свои линии электропередач, то эти опоры мы используем для того, чтобы заменить. В Сухомском районе пострадали в основном частные домовладения и одна пятиэтажка в селе Эшера. Нет села, в которой 100% налажено энергоснабжение. Работа очень сложная. Местность, рельеф, сами знаем, какая. Большая часть трасс проходят через леса. По домовладениям пострадавшим на сегодняшний день числятся 19 домовладений. Из них одна многоквартирная пятиэтажное здание в селе Эшера, улица Братьево-Изубая, дом 6. Общая квадратура кровли порядка 280 квадратных метров. 18 частных домовладений. Из них у четырех домов 100% на сегодняшний день отсутствует крыша, как таковая. В Гульрыбшском районе повреждения более масштабные. Упало 70 деревьев. Повреждены крыши домов общей площадью около тысячи квадратных метров. С одной многоэтажки кровля слетела полностью. Не работает насосная станция. Вчера, начиная с 7 часов вечера, большую помощь нам оказали сотрудники МЧС. К вечеру в 12 часам все дороги были расчищены. Более 70 деревьев были свалены на трассу. В основном это трасса аэропортская, которую практически невозможно было заметить. Но к вечеру все дороги, где проходит транспортная магистраль, были расчищены. Это в основном благодаря службе МЧС, которая у нас дислоцируется. И наши все сотрудники подключились. 13 домовладений частного сектора был нанесен ущерб крышам. То разного порядка. Одна единственная крыша, которая полностью была снесена в частном доме. Мы вчера также к 12 вечера пригласили наших коммерсантов. Это, вы знаете, садзбовцы. Они приехали вечером, открыли склады. Мы взяли палатки. Все дома полностью были перекрыты вот этими палатками, где потребовалось. Где были палатки сельские, мы сельскими палатками перекрыли. Удалось сделать так, чтобы ущерб кроме крыши, имеется в виду инвентарю и мебели, не нанесен. Сегодня уже погода открылась. Надеюсь, проще будет справляться. По предварительным подсчетам, это порядка чуть больше тысячи квадратных метров, наверное, крыш у нас в районе необходимо будет поменять. В Ачимчире ситуация примерно такая же. Поваленные на республиканскую трассу деревья 12 сел остаются без света. Подача электроэнергии 12 сел у нас остаются без света. Но частично, где нет полностью света, где полсела есть свет, полсела нет. Но информация постепенно меняется, потому что Черноморэнерго работают, ребята. И они все время докладывают результаты. На вчерашний день было хуже, ситуация сегодня уже улучшилась. Больница со светом, но у нас с больницей тоже там проблема. Надо будет, наверное, им как-то дизельную электростанцию ставить. Пицунда оказалась заблокирована поваленными на трассу деревьями, но заторы быстро расчистили. В течение часа усилиями сотрудников администрации, также МЧС, милиции, сотрудников Черноморэнерго, город был в течение часа разблокирован. Многоквартирные дома не пострадали, частные не пострадали. На две машины упали деревья, на машины туристов собраны соответствующие материалы, заактированы. Никаких нареканий с их стороны нет, отнеслись с пониманием. В общем, все нормально. О ситуации в Афоне рассказал глава администрации Тимур Отерба. Совместными усилиями городских служб и жителей города МЧС на данный момент движение восстановлено. По предварительным данным сотрудников участка Будоутской электросети, были выявлены повреждения разного характера. Наибольший ущерб нанесен уличному освещению. В результате обрыва линий электропередач подача электроэнергии в городе была прекращена. На данный момент, по итогам ремонта восстановительных работ, проведенных специалистами, подача электроэнергии частично восстановлена. Основные работы еще ведутся. По улицам курортной повреждены четыре опоры и две линии электросетей. Также оборваны линии в районе гостиничных объектов по улице Водопадная. По всему городу оборваны линии уличного освещения, повреждены интернет-линии. Ветром частично сорваны кровли в пяти частных домовладениях, трех гостиничных объектах и на одном торговом объекте. И трансформаторная подстанция. Подтоплены два гостиничных объекта, два объекта общественного питания. В настоящее время службами города ведутся необходимые работы по устранению последствий. От Куарчал и Гал пострадали от стихии меньше всего. По словам премьер-министра Александра Анкваба, нет смысла организовывать общенациональный штаб по борьбе с последствиями стихии. Но без помощи республиканского бюджета районная администрация не справится, так как ущерб, скорее всего, будет оценен в сотни миллионов рублей. Ни один район самостоятельно ничего не сможет сделать. Разве что даже если город сухом будет пытаться из своих средств, но это невозможно. Потому что те цены, которые сегодня установились на рынке металла, на рынке делового леса, они практически в два раза превышают цены, которые были еще несколько месяцев назад. И эта информация предварительная. Если 95 частных домовладений и 57 высотных домов, это так средняя цена, около 5 миллионов будет большой высотный дом. Все придется, к сожалению, там и до просхода, и степень ущерба крышам еще до конца не установлен. Это вот первое. Второе. Трудности связаны с тем, что, к сожалению, сил, которые могут единовременно встать на крыше высотных домов и проводить работы, у нас практически нет. Ни в городе Сухуми, ни в одном районе. То есть нам придется делать по степени повреждений. Мы сегодняшние ваши еще неполные отчеты заберем. На основании этого сделаем общую сводную ведомость. И уже будем завозить и металл, и деловой лес. Даже под честное слово придется это делать, я сам делаю. Потому что пока будут заключены контракты, пока все процедуры пройдут согласование, у нас к имеющимся проблемам могут добавиться новые проблемы. А президент Аслан Бжания заверил, что помощь будет оказана всем пострадавшим, в том числе из резервного фонда президента. А за ходом ремонтных работ будут следить правоохранительные органы. Клеймо будет ставить наши строители, свое личное, за выполненные работы автора. Чтобы он нам дал повод, для того, чтобы его поощрить. Мы будем этому очень рады. С гарантией, чтобы все это было сделано. Расходы тяжким временем ложатся на бюджет, и они должны быть оправданы. Качеством выполненных работ. Это первое. Второе. Все заявления от граждан, безусловно, мы будем принимать и рассматривать. И всем по возможности окажем поддержку. Тут можно рассчитывать на мой резервный фонд. Он для этого и предусмотрен. Насколько я понимаю, Владимир Владимирович, у нас с небольшим опережением планов мы идем. Какие-то расходы мы, наверное, можем себе позволить, с учетом того, что речь идет о стихии. В сжатые сроки все это подготовить, насколько возможно. Я вопрос буду держать под контролем. И дружно давайте работать по ликвидации последствий стихии. Также стихия обнажила еще одну проблему – наличие дизельных генераторов в больницах республики. Выяснилось, что соответствующими условиям установками оснащены только Сухумский роддом и республиканская больница. Этот вопрос правительство Абхазии также поставило на контроль.